Вполне возможно, что уже через несколько месяцев шумкенцам не понадобятся наличные деньги для проезда на общественном транспорте. Власти планируют внедрить электронное обелечивание. В автобусах установят валидаторы для приема карточек. Новый способ оплаты предотвратит байгу на дорогах и выведет из тени доходы транспортных компаний, считают чиновники. Множественные жалобы. Жалоба того, что в каком плане карманные кражи. Второе, безопасное дорожное движение. Как вам известно, многие жители нам жалуются, звонят, два автобуса между собой соревнуются. Рыночный угон за клиентами. Вот эту систему мы полностью избавимся. И третье, это более четкое направление, это налоговое. То есть она будет уже прозрачная. Установкой электронного оборудования займутся представители южнокорейской компании Korea Smart Company. Именно они берут на себя все расходы. Инвесторы рассчитывают на прибыль в размере от 5 до 10% от стоимости проезда, даже после установки необходимого оборудования. Цена одного аппарата более 10 тысяч долларов. Почему мы должны тут стоять? Где кондуктор, который брал у нас деньги? Вы его не ловите, а только нас. Мы опаздываем на работу. Что за беспредел вы тут устроили? Известно, что к системе безналичного расчета недавно перешли алматинские автобусы. Правда, там ноу-хау закончилось скандалом. Перевозчики устроили забастовку и отказались выезжать на линию. Они утверждают, что из-за введения карточек несут колоссальные убытки. Корейские инвесторы уверяют в обратном. Они говорят, что система, которую они внедрят в Шимкенте, совершеннее алматинской. Мы уже приступили к изучению транспортного и пассажирского потока в Шимкенте. Ведутся переговоры с перевозчиками. Отрабатываются все вопросы. После мы решим, будем ли вкладывать деньги в установку электронных аппаратов в шимкентских автобусах. На это нам понадобится около двух недель. Задачу внедрить в общественном транспорте электронное билетирование поставил Аким города Габидулла Абдрахимов. Этот вопрос поднимали при обсуждении концепции социально-экономического развития Шимкента до 2020 года. На сегодняшний день в городе работают 27 транспортных компаний. Более тысячи автобусов перевозят пассажиров по 81 маршруту. Жанна Тухторбай, Николай Иванов, Камила Сейфулина, информационные службы телекомпании «Отрар».